добро пожаловать на гавайи куда ты нас ведешь веду как сюда в лес идем по какой-то полной фигне не болит лицо у меня болят плечи в середине америки делать нечего тут людям становится скучновато все как летнем лагере энергия созидания энергия жизни трусы тоже кстати на галаях никто не носит спасибо что одел рубашку для интервью да да и в целом дожди они такие мелкие но очень часто растормошить размять где-то приятных альфимии дать эти места стоят 15 миллионов долларов тебя здесь все устраивает тебе здесь все нравится любви счастья гармонии вау супер кто-то хочет что-то хотите давайте сделаем это было просто потрясающе всем привет с вами я и мой желтый чемоданчик а это значит что мы летим в новое путешествие по америке разоделась я конечно же не просто так потому что мы летим на отдых прекрасное потрясающее место я думаю что вы уже и сами догадались конечно же мы с вами летим узнавать про новый замечательный штат и это будут гавайи ох ребята что-то меня совсем не радует вот это вот количество людей 6 утра гавайи это абсолютно уникальное место все мои знакомые которые уже там были и все мои знакомые которые знают что я туда еду предвещали мне какой-то просто невероятный опыт путешествий считается что это место она обладает просто такими знаете свойствами какого-то во первых его свой свой часовой пояс то есть время которого не больше нигде во вторых люди когда туда прилетают то есть есть такое понятие как island time то есть время острова когда вроде кажется что все вокруг замирает и ты находишься в каком-то отдельном непонятном для себя состоянии времени говорят что это очень расслабляет что это как-то не знаю чуть ли не перерождает а с учетом того что я же еду не просто в поездку я еду на ретрит это такой формат когда ты отрываешься от мира проходишь разные интересные практики поэтому я пока в таком знаете впечатлении что с этой поездки я вернусь как-то в очень необычном состоянии настроение и что-то однозначно изменится ну или по крайней мере это поездка точно не будет похожа ни на одну мою предыдущую некоторым параметрам поездка на гавайи она намного сложнее чем по любым другим штатам например я вам сейчас покажу в самолете нам раздали бумажки которые мы должны заполнить перед тем как поедут выйдем из самолета на гавайях например мы должны указать едем ли мы сюда одни по какой причине из какого мы штата на какой остров мы едем прям много подробной информации в том числе если по всей америке практически допустим животными у меня собака можно путешествовать ну с минимальным набором каких-то там вакцин или обследований допустим когда мы переезжали из нью-йорка в калифорнию нашу собаку не проверяли но у нас естественно все было сделано то для того чтобы переехать например или приехать животным на гавайи вот подробнее я спрошу об этом у олеси с которой я буду непосредственно в ретрите она полгода готовилась и мне об этом предупреждали ветеринарной клинике что нужно сдавать титры антител что нужно заранее прям очень сильно готовится например на остров ни в коем случае нельзя привозить змей и считается что на гавайях вообще нет змей и это как бы преследуется законом если вы ее туда привезете это делается для того чтобы острова все гавайев были безопасны для путешествий для прогулок для хайков в общем интересненько значит смотрите вот она довольно таки подробная справка скажем так бумажка которую мы должны запомнить то есть я посетитель гавайев или нет который этому раз по какой причине очень много видите разных пунктов даже указываешь свой zip код то есть откуда ты едешь либо страну из которой ты едешь и с этой стороны есть ли в моем багажа какие-то продукты везу ли я животных и полностью подробная информация от откуда я еду гавайи это самая удаленная цивилизации место на земле чистейшие пляжи прозрачный океан теплая погода круглый год а еще это страна вулканов сёрп пляжей лей традиционных гавайских ожерельей музыки бесконечных зеленых полей ежегодно гавайи посещает 6 миллионов туристов официальное прозвище штата гавайи штат алоха то есть гостеприимный штат все гавайские острова расположены в зоне вулканической активности площадь суши гавайев медленно но неуклонно растет благодаря постоянным извержением вулканов однако знаменитый гавайский пляж вайкики создан искусственно песок для него завозили из калифорнии ну что добро пожаловать на гавайи алоха все я лечу меня сейчас заберут с аэропорта ребята и отдых начинается так а вот ребята которые меня встречают тоже тут блогеры не блогеры ой привет макс привет наша дружная компания на это путешествие всем привет меня зовут катарина кот и это проект кот в америке в рамках которого я путешествую по разным штатам беру интервью у русскоязычных мигрантов и рассказываю о жизни в разных уголках америки сегодня мы с вами оказались в самом потрясающем месте в самом необычном штате это гавайи и мы начинаем интервью прямо с точки одной из самых популярных который называется diamond head и все на протяжении всех этих нескольких дней я покажу вам этот прекрасный уголок планеты с разных его ракурсов мы будем на ретрите мы будем путешествовать и смотреть туристические места в общем не переключайтесь и после этого выпуска вы узнаете о гавайях много нового мы Ёлечка, легко тебе идется? Мне прекрасно. Прокладненько. С красивыми видами, дышу медленно, уверенно, медитативно. Молодец. Настоящий хайкер. А, да. Я не знаю, десятки, сотни ступенек, которые надо преодолеть, для того, чтобы подняться на гору, но это 100% так стоит. Вид потрясающий. Вот это, собственно, и есть основной город, Гонолулу, на этом острове. Выглядит он, видите, как сверху. Посмотрите, какая прелесть. Радуга. С этой стороны ее уже почти не видно. Но вот она здесь еще не есть. Смайл. Yay! Эта поездка на Гавайи получилась самой необычной из всех моих путешествий, потому что первую часть моего пребывания на острове мы провели в уединенном уголке на северном побережье в формате ретрита, в котором мы жили в юртах, делали разные практики и массажи у океана, расслаблялись и отключались от бытовых проблем и привычных условий. Так, ну что, ребята, вот это то самое место, те самые юрты, в которых мы будем жить на протяжении ближайших трех дней, потом мы переедем в город. Считайте, что вы снова в детском пионерском лагере. А самый большой прикол и прелесть это то, что мы вот здесь вот прямо у нас океан. Смотрите. Можно сказать, что первая береговая линия. Туалеты и душ у нас на улице. Все на улице. Покажу вам сейчас. Там, наверное, кто-то есть. Ну, все как в летнем лагере. Хотелось бы сказать, что миссия и задача на эти несколько дней на пляже была не обгореть, но я обгорела. У меня болит лицо, у меня болят плечи, при том, что я старалась быть супер внимательной и ничего такого не делать, ходить на пляж ненадолго, следить за собой и брызгаться. Вот, но тем не менее, погода потрясающая. Природа просто невероятно прекрасная. Океан. Не могу сказать, что прям парное молоко, но заходишь в него и за минуту становится очень круто. Привыкаешь и вылезать не хочется. В общем, не знаю, это как будто меня просто привезли в летний лагерь, но уже более взрослую. Привыкаешь и вылезая не хочется. Сегодня я буду брать интервью у Олеси и Максима, собственно говоря, благодаря которым я и оказалась на этих Гавайях. У нас была программа ретрита, и сейчас мы будем показывать еще вам весь этот остров. Олесю для тех, кто уже на моем канале не впервые. Возможно, вы знаете, она жила в Калифорнии, я брала у нее интервью еще в рамках моего предыдущего проекта. Жизнь за все это время очень сильно изменилась. Новые проекты, новые планы. И сегодня мы с вами расскажем о том, чем ребята занимаются, что они делают на Гавайях и вообще какая у них деятельность не только на Гавайях, но и по всей Америке. Привет, Олеся. Привет, Макс. Привет, Катя. Спасибо большое, что ты к нам приехала. Так, расскажите, пожалуйста, давай начнем с Макса. Макса я знаю меньше, Олеся знаю больше, ребята тоже. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в Америке, сколько ты здесь и как ты оказался на Гавайях? Это очень интересная история. Так. Вот я скажу, что я практически сделал кругосветное путешествие. Я родился в Дальний Восток. Так. Три года назад я приехал в Америку, и мне было очень интересно посмотреть, что это такое за Америка такая, да, о которой так много говорят, и много разных мнений. Вот. Я скажу так, что, ну, я рассматриваю любое, любое, ну, там, страну, да, любую, любую локацию как пространство, ну, с которым, ну, я резонирую, либо нет. Я проехал все Штаты, все посмотрел. Ну, то есть, в середине Америки делать нечего. Понятное дело, что вся жизнь на побережьях. Мне нужно было понять, как работает, как устроено, как работает экономика, как работает правовое поле, как вообще, ну, то есть, вот это пространство, ну, Америка, я считаю, это единственное место в мире, где человек может стать, кем он хочет, и может реализовать все свои самые сокровенные фантастические мечты и желания, и все тут для этого создано, да. Получается, во всех Штатах, которые ты проехал, ты не нашел и решил попробовать на Гавайях, или это уже просто было любопытство? Было любопытно, ну, как, любопытно, конечно, посмотреть, то есть, разные Штаты и разные, ну, климатические зоны и так далее. Я скажу, что, ну, район, ну, Вирджиния-Диси классный, мягкие, четыре сезона, бизнесовые, политики такие, ну, как бы занятые, деятельные люди. Очень понравилась Техас, Остин, да, вот я был там, классно. Есть выпуск, кстати, если вы там не были, в Остине я была, и можете посмотреть выпуск. Да, Калифорния-Сан-Диего вообще крутое место, не на слуху, но такое вот, ну, короче, это да. Да, ну, Гавайи, понятное дело, где-то, как, ну, центр, не знаю, цивили. То есть, ты здесь, ты здесь себя нашел? Ну, жизни, как бы. Ну, тут, да. Тут есть все. Мне нужен океан и солнце, все. Да, мы же выбрали Оаху, а это остров, на котором есть не только пляжи и туристические отдыхы. Здесь есть и центры, и университеты, и вообще вот весь современный бизнес, все есть. То есть, настолько интересно, и самое интересное, что здесь вот русскоязычная, русскоговорящая комменти, они все дружат, они настолько все друг друга поддерживают. Ну, как вот, много друзей уже у Максима здесь на Оаху, и когда я приехала сюда, ну, я много раз здесь была, раз 10 или 11 я уже была, и я все понимаю, что мне все лучше и лучше здесь, лучше и лучше. Я уже здесь больше и больше людей знаю. Когда я приехала уже с Максимом, я вижу, что вот, ну, как бы, тут тоже кафе, может быть, вы познакомитесь с Сашей, вот Андреем еще познакомитесь, да. То есть, это люди, которые... Люди открытые и готовы помочь. Да, они открытые. И они уже настолько здесь, как сказать, адаптировались. Ну, адаптировались, да. Ну, в общем, я как к себе домой приехала сейчас. Ну, здесь еще, ну, видите, как, ну, резонируем с людьми, да, то есть, мы открытые, мы даем людям, и люди такие же. Приехал, вот Саша поиграл на гитаре тоже. Просто, а вы хотите еще? Давайте еще раз приедем. То есть, как бы, все вот такое, вау, супер, что-то хочет, что-то хотите? Давайте сделаем. То есть, ну, это энтузиазм. Изобилие, изобилие, изобилие солнца, энергии, океан. Занимаюсь тем, чем занимаюсь всегда, всю жизнь. То есть, я изучаю, практикую, обучаю и оказываю услуги. То, что связано со здоровьем, то, что связано с саморазвитием, все, что связано с телом и все, что окружает это тело. Перевожу с Макса языка на человеческий. Макс – прекрасный, потрясающий массажист с огромным опытом. Сколько лет ты занимаешься? Ну, в совокупности около 30, наверное. 30 лет опыта работы с телом человека. У него на массаже была я, у него на массаже была, наверное, половина нашей Кремниевой долины. Его нашла на Гавайях Олеся и, собственно, нам привезла. Макс через работу с телом помогает снять блоки, проработать все мышцы, проработать все комплексно, духовно, физически. И для тех, кто хотя бы немножечко в этой теме разбирается, и вы должны понимать, что работа с собой начинается в первую очередь с работы с телом. Правильно? Да, все правильно. Что ты делаешь с телами? Мы берем тело как комплексное. Это вот холистический подход. То есть, тело физическое, тело ментальное, тело психологическое, там вот психосоматика – это вот психика с физикой, там энергетика, да, энергетическое тело, оно же жизненное. Плюс, ну, в итоге духовный путь, о котором много говорят, много говорят люди, но не до конца понимают, что это такое и что с этим едят, и как оно функционирует. Хорошо. Расскажи сейчас в двух словах. Про тело. Про тело, да. Вот что именно ты делаешь с телом? Потому что массаж необычный. Это не просто такие легкие поглаживания, не просто какая-то легкая такая проработка. Макс делает это достаточно, я не знаю, как сказать, глубоко прорабатывает мышцы. Это ощутимо в теле, это даже иногда бывает довольно больно. Расскажи, что ты этим добиваешься? Ну, вот, да, моя методика заключается в том, что это вот максимально глубокое воздействие на мышцы. Это идет не сразу, это идет постепенно, слой за слоем. Мы погружаемся в мышцы. Что это дает? Расслабляем мышцы глубокие, высвобождаем нервы. Отсюда прекращаются болевые ощущения. Если мышца укороченная и она зажатая, это идет ограничение работы суставов и стираемость хрящевой ткани. То есть, если колени, это там не низкие, стираются даже хрящевая ткань на костях, позвонки межпозвонковые. То есть, это приводит к протрузиям, грыжам в итоге. Ну, и ко всем, практически ко всем недомоганиям, которые есть в теле, вплоть до болезни внутренних органов, потому что зажимаются нервные корешки позвоночника и идет иннервация. В общем, восстанавливаются обменные процессы в теле в целом, что приводит к восстановлению хорошего самочувствия и благополучия жизни у людей даже в преклонном возрасте. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, мы уже собираемся? Девчонки, как впечатление у вас? Юлечек, как? Все хорошо? Все очень хорошо. Очень быстро все прошло. Хочется еще? Хочется, но уже в другом формате, в следующем. Люда, как вам формат ретрита? Мне очень понравилось. Самое главное – природа – горы, воздух и вода. Люда нас еще и кормила очень вкусно все эти дни. Спасибо вам. Девочки, вы как? Смотрите, напоследок надо сделать идеальные кадры. В общем, все уезжают довольные, счастливые, обновленные. Дополненные. Любви, счастья, гармонии. Хочу с вами поделиться своими впечатлениями о первой части этого путешествия на Гавайи, о ретрите. Честно, это был просто какой-то невероятный опыт. Потому что мы жили в юртах прямо на берегу острова. Это такие немножечко дикие условия, туалет на улице. Но при этом, при всем, потрясающее ощущение, как будто ты в детстве, в летнем лагере, в такой абсолютно оторванной от жизни обстановке, от твоей бытовой жизни. Нас кормили, мы сколько хотели купались, мы прекрасно проводили время, делали практики. К нам приезжали местные ребята, у нас были вечера у костра под гитару. Вот не знаю, просто такое ощущение, что каждый раз, когда я встречаю местных ребят, вот в какую бы локацию я ни приехала, когда встречаешь наших русскоязычных ребят, сразу такое ощущение, что ты как дома. И этим я, наверное, и обожаю все поездки по штатам, потому что возможность в каждой такой вроде бы отдаленной точке найти что-то свое. И вот за время этого ретрита, не знаю, мне кажется, я на себя по-другому посмотрела, потому что я в целом такой человек, который любит комфорт, уют. Если я куда-то еду отдыхать, я там предпочитаю в гостинице с хорошим сервисом, обслуживанием, чтобы все было удобно, комфортно и спать на нормальной полноценной кровати в тишине. А здесь на протяжении всего этого времени вот пришлось поменять, наверное, какие-то свои, пересмотреть свои там приоритеты и ценности. И, на самом деле, компания была потрясающая, девушки, женщины, ребята-организаторы, которые все это делали. Я осталась в каком-то неописуемом восторге, потому что, наверное, сама просто в рамках обычного путешествия или отдыха я бы, наверное, в такую локацию не поехала и все-таки выбрала бы комфортную гостиницу. Но в рамках такого путешествия и приключения, отключения от мира, там практически не ловил интернет, невозможно было толком там созвониться, не забыть и в инстаграм, пообщаться. И все это позволяло отключиться от каких-то проблем, от суеты, насладиться отдыхом, насладиться просто обычной жизнью. Там не было зеркала, и поэтому приходилось просто, не знаю, делать лайфхаки в виде посмотреться в айпад для того, чтобы хоть немножечко увидеть себя. Мы обгорели, хотя, в принципе, мы не пытались там сильно загорать и периодически ходили на пляж, пользовались кремами для загара и всем. Но, как видите, гавайское солнце все равно делает свое дело. И я в полном восторге продолжаю свое пребывание здесь и буду сейчас гулять уже по туристическим локациям, буду узнавать с другой стороны Гавайи, с такой вот более комфортной и красивой именно городской жизни, потому что сам остров, он просто потрясающий. Такой красоты я в жизни не видела, такой природы. Это невероятное место. Ребята, еще для вас одного очень классного гавайского парня нашла, чтобы он вам рассказал про этот остров. Он здесь живет уже какое-то время, сейчас всем поделится. Значит, этого парня зовут Андрей. Очень приятно. Расскажи, пожалуйста, о себе, как ты оказался на Гавайях, сколько ты здесь уже, чем ты здесь занимаешься? Ну, живу я здесь уже два года, третий год пошел, но такое чувство, что я тут всю жизнь. Я не знаю, как Гавайи тут без меня жили до этого, но видимо, как-то смогли. Жил до этого в Лос-Анджелесе. Хороший город, он по-своему классный, каждому свое, но в какой-то момент я понял, что мне, наверное, не хватает какой-то теплоты, уюта, человеческого общения. Не просто зарабатывать деньги, а чтобы наслаждаться жизнью. И я как-то приезжал на Гавайи, по-моему, года три назад, и понял, что как-то мне тут нравится. И когда у меня в какой-то иммигрантский период начался депрессия, только начался, я решил, надо что-то менять. Взял билеты на Гавайи. В один конец? Не в один конец, просто отдохнуть. Поехал, думаю, как минимум отдохну, как максимум. Угу. Какие-то связи найду, и я останусь. И в итоге за три дня до вылета я иду на тусовку в ЛА. Я эту историю рассказывал в других выпусках, но повторюсь еще раз. Очень как-то такая, знаешь, значимая история. Так. Я знакомлюсь с девочкой на тусовке. И спрашиваю, откуда ты? Она говорит, я с Уаху. Так получилось, что я с ней начинаю общаться ближе. Прилетаю, наверное, на Гавайи, ради нее приезжаю жить. То есть я съездил отдохнуть. Мне она очень понравилась. Так. Девочка. И Гавайи тоже. Так. Я такой думаю, надо переезжать. И когда ты с такими эмоциями, ты не думаешь, что у тебя нет денег, ты не думаешь, что какие-то там будут проблемы, ты взял и переехал. Вот. Она была, наверное, моим таким толчком, магнитом, чтобы я переехал сюда. А дальше уже без нее я прекрасно продолжаю жить на Гавайях. Чем ты здесь занимаешься? Занимаюсь я тут всем, чем можно. Хорошо. Я знаю, что ты проводишь экскурсии, что ты даешь в аренду квартиры, машины и проводишь очень интересные виды массажа. Да, да. То есть все, что связано с туризмом, то есть люди хотят приехать на Гавайи отдыхнуть, расслабиться. И я стараюсь помочь им в этом. То есть первое это то, что люди хотят, это жилье. То есть первый вопрос у них возникает, где жить. Все, я предоставляю жилье, далее машина, машина есть, жилье есть и дальше хочется людям показать Гавайи. Много на самом деле экскурсий на Гавайях, много экскурсоводов, гидов. Но у меня немножко такой другой формат. Я такой местный Терзан, Маугли. Кстати, если вы перейдете к нему на страничку, там будет очень много интересного контента. Когда ребята познакомили Макс и Олеся с Андреем и мы, значит, нашим женским ретритным коллективом зашли к нему на страничку. Было очень заманно смотреть, как он лазит по деревьям, как он там всякий интересный контент снимает. То есть, да, это как бы... Этот образ тебе подходит. Это, да, это то, что как бы... Ну, я люблю. Я сам, грубо говоря, с такого маленького городка, с деревни. Откуда ты? Город Владивосток, Россия. Я там жил в лесу, грубо говоря. Там 5 домов посреди леса. Это военный горизонт. И мы тоже то же самое делали только в русских лесах, да. И мне это нравится и не знаю. Я сам кайфую, когда вожу детей, когда вожу и взрослых. То есть там... Вот я крикнул, и побежал лазить. То есть, на самом деле, наверное, больше для себя вожу экскурсии, а людям просто нравится, знаешь. Хорошо. Раз уж ты много знаешь про остров, давай поделимся с ребятами вообще в целом. Что такое Гавайи? Я знаю, что это несколько островов. Мы сейчас на острове Оаху. Какие здесь есть еще острова и чем они отличаются между собой? Основные 4 острова, куда ездят туристы, это Оаху, Биг Айланд, Хавайи и Мауи. Все 4 острова уникальны сами собой. То есть нет такого вот Гавайи, они все одинаковые. То есть на всех островах Гавайи существуют все климатические зоны мира, которые существуют. Их 12 или 13 зон, и они все есть. Снег, дождь. На Гавайях есть снег? Да, есть снег. На Биг Айланде есть вулкан. И зимой там бывала такая конкретная метель. Я смотрел новости, и там впечатляет. То есть это и в текущие года тоже? Да, да, да. То есть каждый год зимой при определенной температуре, атмосфере выпадает снег. Прикольно. Вот. Биг Айланд – это считается остров вулканом. Там везде вулканы, есть действующие вулканы, периодически они поднимаются, извергаются. Везде лава, везде сосокшая лава. То есть он огромный остров и по-своему классный. Много фруктов. Но мне не нравится тем, что там очень большое расстояние. Я не люблю расстояние. Из-за этого я тоже уехал из Лос-Анджелеса, чтобы не видеть эти расстояния. Кауаи – это самый зеленый остров из всех, и на нем находится самое дождливое место в мире. Какой-то определенный кусок, какая-то гора. Там постоянно дождь? Постоянно дождь. 300 с чем-то дней в году там идет дождь. Да, то есть дождливее места в мире нет. И за счет этого этот остров очень зеленый. И там такой пример, как, не знаю, фильм «Кинг-Конг» или там «Джурасик-парк», куча водопадов, все зеленое. Вау. То есть для меня это такой остров самый дикий. И мне бы хотелось бы прям вот почувствовать какую-то дикость зелени Гавайи. И Мауи. Мауи – это остров-резорт. Там все богачи, там классные отели. Что-то между Big Island и Оаху. Не сильно зеленый, не слишком пустой, не слишком большой. Что-то среднее. Но это мое впечатление. Очень тоже всего интересного много, но что-то такое посередине для меня. И остров Оаху, где я живу. Почему я тут живу? Потому что тут есть большой выбор всего. Хочешь мегаполис, где живет полтора миллиона человек. На всем острове живет полтора миллиона человек. Пожалуйста. Я отъехал полчаса, водопад, джунгли, скалы, океан. Тоже все рядышком, не надо далеко ехать. И у тебя есть выбор. А когда есть выбор, это круто. И когда есть люди, это и туристы, это, короче, больше всего происходит на этом острове. И поэтому я выбрал этот остров для жизни. Хорошо, давай немножко с тобой тогда уж, раз мы коснулись климата и погоды, поговорим. Очень забавно было то, что на этой окраине острова, где мы жили, там совсем отличается климат от центра города. Вот мы сейчас район Вайкики, да? Правильно я понимаю? Это центр туристический всей этой локации. Мы были на окраине этого острова. И там ветрено, такой дождик периодически накрапывал. Не было очень жарко, было интересно. Здесь же, вот, день и прям супер жарко. То есть по всему острову, в принципе, климат разный. Но вот какой он в течение года? То есть какая здесь, например, зима? Или так вот жарко круглый год? Тут буквально отличается температура воздуха и воды в несколько градусов. Допустим, летом это 80 фаренгейт. Постоянно, каждый день. Может, один фаренгейт плюс минус. Ну, это там 27-28, я думаю, плюс минус. Да, да, по 30 градусов. Зимой это типа 26-28 фаренгейт. Температура воды так же. То есть если в Цельсиях воду брать 28 Цельсия летом, зимой это 24. То есть очень-очень маленький разбег. И зимой комфортно. Ну, то есть свежо, хорошо, летом тоже. Летом жарко везде, но на Гавайях как бы, ну, просто тоже как бы для лета комфортно. Ну, то есть, в принципе, я могу точно сказать, что я заметила. Это высокая влажность. Здесь, ну, как я уже сказала, не хочется там не краситься. И волосы хочется куда-то повыше. Я вообще не знаю, как ты ходишь, наверное, просто привык. Потому что я приехала, и первое, что я сделала, это завязала хвостик на голове. Такое вот ощущение сразу. Ну, наверное, вот увлажнение именно, потому что кожа как-то так блестит. Сразу по-другому себя ощущаешь здесь. Ты к этому климату привык, то есть для тебя комфортно? Да, мне комфортно. Просто если сравнивать с Лос-Анджелесом и Флоридой, где я там в Лос-Анджелесе жил, в Флориде гостил. В Флорида ты просто потеешь, ходишь. Ну, я просто, в принципе, из Калифорнии недалеко от Лос-Анджелеса. Поэтому у нас бывает жарко, но все время... То есть, во-первых, низкая влажность. Мне кажется, ты меньше потеешь, то есть тебе просто горячо. Ну, это Калифорния, а я про Флориду. Да, да, про Флориду я вообще вообще по всем моим рассказам. Да, ты ходишь потный. А вот в Лос-Анджелесе, когда я жил, там, если отъезжаешь от океана, там сковородка. Ну, там 100 Фаренгейта, и не знаю, куда себя девать. А тут все равно такая золотая середина. Люди такие, существа, которым всегда что-то там... Солнце недостаточно яркое, недостаточно влажное, недостаточно сухое. Но тут, мне кажется, идеально. Ну, я люблю Гавайи, и для меня тут минусов нет. И по погоде в том числе. Так, сейчас покажу, как выглядит более-менее стандартная неплохая квартира на Гавайях с одной спальней. Значит, по сути, ощущается, что ты живешь как будто на улице. Потому что все звуки здесь такие довольно легкие. Стоят сеточки на окнах и стеклянные жалюзи. И ты все время ощущаешь все звуки. Ночью мы спали, тоже слышали каждого проходящего здесь мимо прохожего. Комнатки такие достаточно, ну, как бы комфортные. Все хорошо, небольшие. И относительно того лакшери, как в отелях, например, конечно, здесь условия более простые. Но для Гавайев вот это норма. Вот такие квартиры – это хорошая такая стандартная норма. И, наверное, сложно здесь найти за адекватную цену что-то другое. Потому что здесь вот так вот все. Здесь так привыкли соседи, люди, все вокруг. Ты выходишь как будто сразу же практически… Это, кстати, очень удобная локация, в которой мы сейчас остановились. Вот квартира, собственно говоря, Андрея, у которого я и брала интервью. Пять минут здесь везде до пляжа, до больших супермаркетов, до любых классных мест. Это самый центр Вайкики, этого прикольного туристического района. Ну, как бы это все выглядит примерно так. Мы приехали. Тут то ли кладбище японское, то ли какое-то захоронение. Мы приехали в секунду, начинается мелкий дождь. Здесь очень красиво. Мы хотим зайти куда-то внутрь и загадать желание. Все очень прикольно. Но неприкольно, что начал моросить дождь. Но говорят, что на Гавайях вот как бы очень высокая влажность. И в целом вот дожди, они такие мелкие, но очень частые. Я догадалась. Мы узнали. Это место, это реплика храма в Японии. Здесь ее создали. В Японии этому храму много лет, уже там тысяча. А здесь гораздо меньше, то есть где-то лет 50-60. Создали вот точную копию такого же храма, как было. Здесь было 4 черных австралийских лебедя. Три из них, к сожалению, уже больше не с нами, но один остался. Здесь много есть возможностей захоронений, но для тех, кто очень богатый. Здесь есть места, которые для того, чтобы тебя здесь похоронили или оставили твой прах. Эти места стоят 15 миллионов долларов. Есть и подешевле, есть за 4. Вот, в общем, это место, в котором вы можете оставить след свой последний за кругленькую сумму. Но это очень красивое место. Здесь просто потрясающе. Здесь такая какая-то энергия просто особенная. Магазин сувениров. Можно что-то прикупить себе. Что вы, девочки, себе уже прикупили? На Гавайях фрукты очень вкусные. Да, здесь можно купить local fruits, микс. Покажи вот это. Это гуа розовая. Здесь, во-первых, кажется, что все яркости добавили в картинку. Здесь все такое яркое. И вкуса добавили во вкус. Очень вкусно. Сколько в среднем стоит услуга массажа по Америке? Услуга массажа по Америке стоит, ну, до 600 долларов. Вот, в более таких дорогих... В среднем, наверное, 300. В среднем, наверное, 300. В зависимости от опыта, я так понимаю, массажистов. От, ну, как бы, студии. Допустим, вот здесь вот Хилтон. В Хилтоне есть свой спа-центр. Около 600. О условии профессионализма. Вы знаете, вот эти вот очень крутые спа-комплексы и массажные салоны, они всегда берут только самых лучших. И у них, соответственно, сам... То есть, поэтому там люди более счастливые, потому что там профессионалы. У них опыт должен быть здесь в Америке. Даже когда я как парикмахер хотела устроиться в салон, они... Градация у них есть. Сколько лет опыта, сколько ты чего можешь. И они даже по процентам разделяют этих людей. Типа, кто старший, кто младший. Там, типа, ну, кто интерн, который ничего не зарабатывает, потому что ему еще учиться и учиться, только голову мыть. Так же и тут. И это правильно, но вот при нашем обучении, и это дало, ну, уже видение, да, вот уже около 20 человек. Ну, я обучил в той или иной степени в Америке. Да, и они могут показать... Ну, то есть, они на выходе, то есть, ну, за несколько дней они показывают результат, ну, который гораздо превосходит то, что делают многие специалисты с многолетним стажем. Сколько твои ученики зарабатывают? 100-200, это такой вот средний рейк. Если человек, ну, это в час, да. Ну, чаще все бывает в час, там, полтора-два. У Максима от двух часов массажа, то есть, меньше двух часов почти никогда не бывает. Ну, да. У Максима индивидуально тоже продолжает делать массажи, то есть, в Калифорнии и в Нагавайях. То есть, у нас две локации, где мы находимся сейчас. И что еще по массажам? Ну, здесь получается, что, ну, как бы, мы можем, ну, разделить. То есть, вот, индивидуальная работа. Вы можете сделать, вы можете обучить. Любую вообще, любая, ну, любой запрос. Все, что связано с с вами. Если нужно для, ну, реабилитации, для реабилитации, для восставления. Ты делаешь комплексное? После, не, ну, кому-то нужно, допустим, ну, восстановление после травм. Одна тема. Для спортсменов, там, другая тема. Для любимых, там, мужчин, женщин, другая тема. Для детей, третья тема. Повышение квалификации уже специалистов. Ну, еще, то есть, там, получается, повышение квалификации, ну, не только на физическом, там и, ну, работать с энергетикой. Что такое? Понятие энергетики. Как, ну, энергетическая безопасность при работе с человеком. Мы проводим семинары тоже, опять же. Очень широкий диапазон. По всей Калифорнии пока что. То есть, если вы в каком-то другом штате и очень хотите, чтобы мы приехали к вам, мы планируем такой тур, когда мы будем приезжать. У нас будут и семинары по энергетической безопасности при работе с клиентами, также вот эти обучения трехдневные или однодневные, или даже индивидуальные. То есть, у нас сейчас план такой, что вот мы будем, когда школу первую откроем в Калифорнии, потом будем распространять это по всей Америке. Потому что, действительно, очень большой спрос. То есть, я давно в бизнесе. Я понимаю, что, например, парикмахерскую я открывать не хотела еще одну или там обучение парикмахерской. В принципе, достаточно. И я вот не чувствовала в этом столько сил, сколько сейчас по массажу. Но настолько важно. Тело. Да, настолько каждому это нужно. А особенно это нужно самим специалистам по работе с телом. И вот наше обучение еще чем уникально, тем, что люди, которые там обучаются, они же получают массажи сейчас. Сами на себе. И друг с другом. И им хорошо. И вот все, кто у нас сейчас как интерны, они потом до следующих обучающихся уже как пример. И они друг другу передают знания. То есть, у нас такая цепочка. Вот мы хотим это все вот так вот развивать. А ретриты – это глубокое погружение и возможность этим же людям там попрактиковаться, тем, кто обучается. А моделям, ну, или тем же гостям, которые приедут быть моделями у тех, кто будет обучаться. И получается, ну, как бы, ретрит, как, ну, вот, некий фестиваль. Да. Вот, вот, оздоровительных практик, здорового образа жизни. То есть, нету никакого там ни алкоголя, ни грибов, ничего. То есть, слияние с природой – океан, горы, чистый воздух, дыхательные медитации, массажи, работа с тел. То есть, приятные, очень приятные ощущения. И вы, кто проходил наш ретрит. Идти, да, к здоровой, такой вот счастливой жизни, когда ты делаешь то, что любишь, и при этом ты наполненный, счастливый. То есть, вот, наша глобальная цель – это вот, чтобы люди все-таки почувствовали счастье. А если не разовое, а именно умели сохранить, научились жить счастливо и поняли, где же это самое. Потому что многие думают, что материально, многие думают, что там, не знаю, там, в чем, в приготовлении пищи. Да, ну, вот, если вот то, что, ну, как бы мы говорили, да, вот, ты, как, ну, человек, который позиционируешь, ну, определенные ценности, да, и ты говоришь, показываешь, что ты можешь, ну, вы можете так же. Ну, а мы можем вот эти ступеньки взять за ручку и провести. Просто я считаю, что человек, который несчастлив сам, он не может осчастливить других. И можно давать только, когда ты… Наполнен. Сам наполнен. Конечно. То есть, когда ты хорошо себя чувствуешь, ты действительно можешь кому-то подарить часть своей энергии. Нельзя, не знаю, обслуживать семью, когда у тебя какой-то бесконечный негатив и истощение. Конечно. Нельзя работать, когда ты в таком состоянии. Это все приводит, не знаю, к самоуничтожению-то в каком-то таком вот… Ну, если очень грубо сказать, то, наверное, просто к самоуничтожению, но по большому счету очень много людей, и я очень много встречаю таких людей, пересекаясь, я бы так сказала, кто недоволен своей жизнью и кто, возможно… Ну, я же сейчас в Америке живу. Кто, возможно, не хотел переехать в Америку или кто переехал, но не нашел себя или кто-то, кто занимается не тем, чем хочет или, может быть, не может заниматься тем, чем хочет. Потому что вынужден, да. Да, и в действительности, встречая человека, ты очень быстро по его общению, по тому, как он себя ведет, просто даже, наверное, по тому, как он улыбается, по его лесу, можно сказать, ну, какая у него жизнь, счастливая или нет. Очень быстро, да. Конечно. А ты заметила, как быстро можно переключиться, да, вот, и насколько вот к концу ретрита у всех глаза стали прозрачные, счастливые, спокойные, люди улыбаются, просто вот, ну, просто улыбаются душой, да? Ты знаешь, просто часто, вот лично мое ощущение, просто часто люди в суете жизни, лично я вот про себя говорю, что дал мне этот ретрит, что все было хорошо, я просто этого не замечала, потому что в суете жизни, в большом количестве работы, в большом количестве стресса, в каких-то там бытовых делах, постирать, приготовить, туда забежать, там, не знаю, ну, то есть, просто обычная бытовая жизнь, и ты вот забываешь замечать что-то. И вот для меня это было очень важно за два, не, подожди, не из вас, за три с половиной дня, сколько мы были в этом интересном месте, я бы сказала так, нас отключили от мира, это были такие немножечко дикие условия, но это было очень прикольно, потому что вот момент того, когда ты привык жить там в каких-то суперкомфортабельных условиях, когда у тебя туалет на улице или вообще там ломается, когда ты в шаге от океана и в любую секунду ты бежишь просто в воду, сломя голову, там, окунаешься, когда ты в каком-то таком живом общении, тут что-то приготовили, тут поболтали, тут пошли, не знаю, там, на пляже посидели, медитацию провели, там, захотели, на гитаре попели, поиграли, костер разожгли, это был такой формат, ну, я уже, наверное, говорила, что это вот был формат, меня как будто в детство назад вывернуло, вывернуло, вернуло, потому что я все это любила всегда, и в суете жизни этого очень мало, и вот этот, вот это настроение, которое вернулось, оно такое, Гавайи в целом, вот про Гавайи же говорят, почему, вот я, например, полностью согласна с выбором вашей точки, потому что Гавайи это такое уникальное место, как говорят, island time, то есть это, в принципе, здесь по-другому себя ощущаешь, здесь жарко, и это тебя немножечко так прибивает к земле, здесь совершенно по-другому ощущается все, люди расслабленные, никто никуда не спешит, здесь вообще нет никакой суеты, все улыбаются, нету ни одной нахмуренной брови, и вот в такое вот именно расслабленное состояние к самой лучшей идее приходит, вот я свою игру трансформационную по бизнесу написала здесь, я приехала сюда, и я чувствую, что мне еще надо, я ее не дописывала, я где-то три раза подряд за несколько месяцев приезжала, не понимаю почему, но у меня как раз здесь вот завершались в голове вот эти вот формулы, как я должна именно сформировать это, так что Гавайи, конечно, они делают свое дело, даже если вы сюда просто приедете отдохнуть, у вас появится какая-то идея или вдохновение, и вы когда вернетесь домой, вам захочется действовать. Когда следующий ретрит? Следующий ретрит у нас в сентябре, и мы будем где-то примерно раз в два-три месяца проводить ретриты, в Калифорнии пока что, посмотрим, может быть, и на Гайз, но пока что в Калифорнии, вот в студии, в моей Beauty Cold Brand, мы начинаем, то есть это трехдневный интенсив, и потом идет практика у всех, кто обучается, и они где-то месяца полтора-два обучаются, и потом сдают экзамен. Мы гуляем уже по туристической части, сам по себе на самом деле остров Ауаху. Он не очень большой, по большому счету, вокруг всего острова можно проехать, ну, за часа, наверное, два, я думаю. И вот все это время мы были на ретрите, мы были в такой отдаленной, немножечко, может быть, даже диковатой части острова. Горы, вода, природа, все в таких очень простых условиях. Сейчас мы приехали уже в центр, мы будем жить в районе Вайкики, и это по большому счету самое такое большое туристическое место, и в этом районе мы будем гулять, я думаю, что мы посмотрим еще разные красивые точки. Здесь уже, конечно, картинка сильно отличается, то есть сам по себе эта часть острова, она довольно красивая, здесь есть магазинчики, есть отели довольно-таки дорогие, есть вкусные рестораны, еда. Здесь по большому счету, несмотря на то, что кажется, что это такой обособленный остров, здесь, в принципе, есть все. Но вот что самое забавное, с этого острова практически ничего нельзя вывозить с собой, в частности, никаких продуктов и очень много ограничений. Вот наши девчонки, которые были с нами на ретрите, они уехали раньше, а мы остаемся еще на несколько дней, и вот у них на паспортном контроле, на проверке забрали много вещей, они покупали там масло, что-то там еще с этого острова, и их заставили эти вещи отдать. Так что, если вы будете ехать на Гавайи, внимательно читайте, что можно привозить сюда, и что можно вывозить отсюда. Мы идем есть самую традиционную, наверное, гавайскую еду. Это покемп. Сырая рыба в разных вариациях. И посмотрим, что у нас тут предлагается. Так, смотрите, одна порция здесь стоит 16 долларов, плюс гавайские таксы еще 4 с половиной, ну, плюс чаевые. Короче, в итоге вышло почти 22 доллара. Сейчас мы попробуем. Я почти уверена, что все будет очень вкусно, потому что я, в принципе, большой любитель сырой рыбы, большой любитель японской кухни, в которой очень много сырой рыбы, суши и поки в том числе. У нас в долине, где я живу, есть тоже гавайский ресторан, и мы очень часто там заказываем поки. Или поке. Если кто-то знает, как правильно, напишите в комментарии. Это сейчас будем пробовать, и либо я вам дам рекомендацию этого заведения, когда вы будете на острове Оаху, ну, либо скажу, что лучше сюда не ходить. Пробуем. Рыба обалденно вкусная. Все очень вкусное. Просто все. В общем, ребята, это место однозначно вам рекомендую. Очень забавное ощущение, как здесь дети реагируют на съемку мою. Мы сейчас вот сидели, подошла девочка, ой, боже мой, вы YouTube, блогер, вы там что-то снимаете. Захотела, конечно, там сказать привет. Родители улыбались, потому что я очень люблю вот такие, ну, коммуникации с детьми, конечно, с местными жителями, которые спрашивают. Иногда могут там помахать где-то в кадре. Это потрясающе. И у меня, если, кстати, вы где-то встретите меня вживую, обязательно подходите, поздоровайтесь, и мы с вами пообщаемся. Потому что я в этом плане очень открыта. Я очень люблю знакомиться с новыми людьми. У меня нет никогда никаких ограничений. Я не считаю себя каким-то там сверхчеловеком, просто потому что я снимаю ролики на YouTube и путешествую по Америке. Поэтому, если вы меня где-то увидите, я буду очень рад с вами познакомиться. What's your name? Swayze. Are you living here? Yes. Are you from Hawaii? From this island? I live in St. George, Utah. Wow! I was in St. George, Utah. I was on hike. On subway hike. Do you like St. George? Yeah. Do you like Hawaii? Say hi to my followers. Hi! Так, мы пришли по рекомендации во дно, в, как говорят, очень красивое место. Мы не успели на красивый вид, но здесь действительно очень даже неплохо. Ну что, тебе вкусно? Пробуй. Мне очень вкусно. Любую хорошо нибудь плаке работать. Очень вкусно. Довольно. Давайте. Да. Ваши горды отпуска. Мы встречались чаще на Гавайях. Какие как раз-таки вот вообще в целом для человека здесь могут быть минусы жизни, потому что вы можете посмотреть интервью мое на ютубе из Юты, когда я была в туре, и девушка, которой я брала интервью, она жила, по-моему, два года на Гавайях. Возможно, даже на этом острове. И как раз-таки для нее минусы, например, были медицина, что периодически там в каких-то сложностях тебя могут отправить на материк, сказать, что здесь чего-то нет. Вообще, какие у людей здесь могут возникнуть сложности в жизни? Не в туризме приехать, потусить, а в жизни. Ну, что касается, наверное, бизнеса, я тут подметил, ну, вообще такой жизни, когда тебе нужна какая-то услуга. Тут люди немного расслаблены, и, допустим, тебе надо поменять колеса, да, самое легкое. Казалось бы, поехал, заплатил 100 долларов, тебе должны поменять вот так вот везде. А они могут не хотеть поменять сегодня, не могут быть ни в настроении, и просто тебя послать, ну, открытым текстом. Все, не хочу сегодня менять колеса, или я занят, и ты такой думаешь, блин, а что делать? И вроде хочется поругаться, а ты понимаешь, что если ты поругался, то завтра тебе колеса негде менять. То есть другие люди так же могут сказать, а тут надо налаживать более такое отношение человеческое, но когда у тебя бизнес, и тебе надо купить какие-нибудь стаканчики под мороженое, которое ты продаешь, они говорят, ну, извините, там, вот, не хотим. Ну, грубо говоря, не хотим, или какие-то причины есть, а тебе деваться некуда, и ты все, ты просто ждешь. Вот такие вот моменты, они иногда, конечно, бесят, но в конечном итоге ты сам становишься таки мягким, ну, ничего, пойду, какие-нибудь другие стаканчики возьму, там, временно. Вот этот момент вот именно порой, нету конкуренции здоровой, и поэтому предприниматели... Все на чили. На сервисе, да, они тебе там вообще побарабануть, на клиенты не обращают внимания. Следующий момент, что я замечаю, то есть, опять же, это мои ощущения, да. Да, то есть, мне сложно у тебя спросить, например, про жизнь здесь с семейной или с детьми? Да, да, да. Поэтому... Про больницы я не болею, мне бы барабан. Окей. Что в Санжете, что и все, все, я там массу Мишневского купил, там уголь, уголь активированный, и, ну, в целом, вся моя аптечка, да. Окей. Вот. Но люди, которые не умеют, наверное, находиться с самим собой, потому что Гавайи, это больше про какой-то баланс себя, не надо никаких каких-то внешних тебе вспомогательных вещей, типа как концерт. Вот если мне скучно, я беру доску и иду серфлю. Если мне скучно, я беру весло и иду серфить. Если мне скучно, я пошел в гору и, ну, иду в гору. То есть, у меня нет такого, чтобы мне было тут скучно. У меня всегда куча есть мероприятий, которые я сам с собой провожу. И нужна компания. Хорошо, но культурная жизнь здесь вообще развита? Ну, вот, да. И я к тому, что если тебе очень необходима культурная жизнь, чтобы тебя разослить, тут людям становится скучновато. Угу. Потому что все ждут каких-то концертов, ждут какого-то ресторана, чтобы ты пришла в платье. Угу. На каблуках была куча эмоций, ну, поклонников или мероприятий. Ну, тут это есть, но не в том размере, в котором привыкли люди, которые приезжают из Нью-Йорка либо из Лос-Анджелеса. То есть они же, конечно, сравнивают с лучшим. А я там на Бродвее, а я там в Нью-Йорке. Так, понятно. В Голливуде, в Беверли-Хиллз. Такого нет. Хорошо. Чем здесь могут заняться вообще в целом люди? Кроме посещений там природы или вот там серфинга или чего-то такого, что здесь из культурно-массовой программы? Понятно, наверное, музеев, там выставок, концертов здесь нету. Что здесь есть? Мне этот вопрос тяжело ответить, потому что я полностью в природе. Но куда тут можно ходить? Кино? Кино не так себе. Люди? Ну, люди пытаются... То есть здесь именно все сосредоточено на аутсайд жизни? Да. Все. Когда тут идет дождь, я теряюсь. Что мне делать? Ну, я так же, когда ко мне туристы приезжают, я веду их в дождь. Мне без разницы. Говорю, дождь тоже хорошо. Но я не могу сейчас сказать. Вот в этом вся и проблема. Людям, когда нужны культурные какие-то моменты, их нет. Но я об этом не знаю. То есть для того, чтобы жить на Гавайях, ты должен любить, обожать, соединяться с природой? Да. То есть все, что может как бы давать тебе настроение или кайф жизни, тут только связано с природой. Как я это вижу. Какие-то сутсовки, они есть, но они редкие. Не на том уровне, который хотелось бы. Если ты приехал куда-то там с Владивостока, с деревни, конечно, до тебя тут вау будет. Но все люди уже избалованы в Америке, и они ожидают от Гавайи, что от волшебного. Но волшебное тут только природа и люди. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, тогда про цены. На жилье, на жизнь здесь. Сколько в среднем нужно для средней обычной жизни? То есть не говорим про лакшери, не говорим про какой-то там минимальный минимум. Может, просто, чтобы нормально жить, чтобы у тебя была хорошая квартира, комфортная. И вот, кстати, что я заметила, что, во-первых, туристическая часть от части, где живут местные жители гавайцы, она очень сильно отличается. То есть если здесь все вот как-то более-менее красиво, но даже обычные квартиры здесь, они такие намного проще, чем, допустим, в той же долине или там, где я была. Гавайцы вообще в целом. Я смотрю, живут достаточно бедно. Как-то вот у них прям, не знаю, маленькие хижины, там, травка. Пока мы ехали вот по острову, у меня сложилось такое ощущение, сейчас ты его либо оттвердишь, или развеешь. То есть давай вот поговорим именно про такую жизнь. Сколько здесь стоит жить? Ну, если брать людей, которые приезжают с материка, которые, ну, вот как мы, да, не местные, из моих наблюдений, ваннбедру можно взять нормальную, от 2 тысяч. Помню, это с одной спальней. Да, от 2 тысяч. То есть, конечно, можно найти подешевле, но в среднем от 2 тысяч. Вот. А студия может быть чуть подешевле. И опять же, у кое-какие запросы, но с двушкой можно найти. Хорошо, вот примерно такие квартиры, вот, грубо говоря, как у тебя, они в месяц сколько стоят? Две тысячи. Две тысячи, да. Так, хорошо. Две тысячи начинается, потом свет, парковки, и может обрасти до двух с половиной, но, опять же, надо искать. Но вот такая вот цена, зато 5 минут, и ты возле океана. Я считаю, это стоит того. На машину, на питание, на вот это вот все. Здесь дешевле или дороже, чем? Машины, машины примерно стоят так же, как в Лос-Анджелесе. Даже, может, чуть дешевле, потому что меньше пробега. Может быть, меньше выбора, но тем не менее. То есть выбор есть, цены не завышены. Что здесь с налогами? Ну, тут налог на покупку, что-то 4 с чем-то. А налог на прибыль? Налог на прибыль чуть поменьше, чем в Лос-Анджелесе, но тоже огромный. Я не помню тут что-то. То есть не очень тайговая и дешевая, по большому счету. Но если с Лос-Анджелесом, то чуть-чуть можешь дешевле, я не помню. 30%, по-моему, на бизнес. И есть еще таксы, которые со всего оборота тебя чарджат 5%. Вот ты занимаешься каким-то бизнесом, не знаю, тур организуешь, у тебя там куча затрат, и, казалось бы, зачем я должен платить эти деньги? Это затраты. Но ты платишь 5% в год. Как бы такие нещадящие цены. Что касается продуктов, Коско, кстати, тут находится Коско, и она считается в Америке самым посещаемым. Коско со всей Америки. Потому что тут всего лишь их 2. И... 4, 2. Так. Тут всего лишь 2, и люди сюда с всего острова приезжают, и цены такие же, как в Лос-Анджелесе. Ну, может, там плюс-минус доллар. Но в целом, если покупать в Коско, то ты особо не ощущаешь дороговизны продуктов. Конечно, они не супер качественные. Есть Whole Foods. Там цены чуть подороже. Но, опять же, надо же понимать, что люди стараются сюда привезти это все огромными контейнеровозами. Я не представляю объемы. Цемент, дерево. Все, что тут находится на острове, это все привозное. Даже песок сюда привозили с Лос-Анджелеса. С Калифорнии, я знаю. Да, с Калифорнии, да. То есть ты за это платишь. Ну, я думаю, это логично, да, платить за то, что ты живешь посерединке. Да, просто вот хочу сказать для всех, наверное, немножко пояснить, что вот мы сейчас как бы сравниваем твой опыт жизни в Лос-Анджелесе и мой опыт жизни в Калифорнии. Это в целом очень дорогая точка Америки. Одна из самых дорогих точек Америки. Поэтому Гавайи не сильно уступают, я так понимаю. Но для меня тут дешевле чуть ли не в 2 раза. Потому что лично по моему образу жизни расстояние меньше, бензина меньше платить. Парковки везде бесплатные, ну, кроме Вайкики. Ну, тут и не надо тут парковаться. Везде парковки бесплатные. Все мои увлечения, там, вот серфинг, гребля, все бесплатно. Океан, сколько хочешь туда заходить. Все, что связано с моим отдыхом, оно бесплатно. Я тут трачу тут 500 долларов коска на еду. А, питаюсь я дома, потому что я живу рядом. Захотел, я заехал быстро домой, покушал. Никакие мне рестораны не нужны. Что, какие у меня сейчас затраты могут быть? Рубашка, 5 рубашек, 5 шорт. И то, я не всегда их ношу. У меня все говорят, на всех видео я без рубашки. Ну, вот, так что... Трусы тоже, кстати, на Гавайях никто не носит. Спасибо, что поделился. Это очень масса информация. Люди же хотят понять, ну, что деньги тратить. Короче, на Гавайях на одежду можно вообще не париться. Да, поэтому для меня тут реально затрат почти никаких нет. Спасибо, что надел рубашку для интервью. Да, да, я старался. Хотя, возможно, собрали бы больше просмотров. Да. Так, хорошо, расскажи про твое интересное увлечение. Куда вот ты, например, водишь туристов здесь? Потому что, может быть, не всем суперинтересно жить здесь, но вот тем, кому интересно сюда приехать, чтобы ты посоветовал посмотреть, куда ты обычно водишь, расскажи про свой интересный вид массажа. Ну, смотрите, да, приезжают туристы. У меня всегда две опции. Я пытаюсь им дать что-то бесплатное. У меня целый листок мест посещения есть. Там есть и уникальные места, есть и общие. Ну, когда есть список и описание подобных мест, люди приехали, им проще. Не надо там искать все в интернете, да. Но есть и мои уникальные места. Водопад, который завтра проведу. Так. Катюшу. Джунгли. То есть я пытаюсь передать им свой вайп. То есть просто ходить и говорить слева, там, это здание построено в 1950 году, там, справа этот вот пляж знаменитый. Я такой не люблю. Я пытаюсь дать какой-то экшен, чтобы вот люди немножечко поместились. Прочувствовали, Гавайи. Да, в мой мир, да, в мой мир там. Часто разуваю всех гостей, там, босиком. Часто забываю крем от комаров, то есть спрей от комаров, всех откусают. Ну, я чувствую вину, конечно, но это тоже... Ну, ты, короче, такой зажгит на любителя, да? Да, да, на любителя. В итоге, конечно, все запоминается, остается только хорошее, правильно? То есть плохие моменты отпадают, но это такой мой стиль. То есть хочешь такого-то экскурсовода, но... Ну, то есть хотите походить по красивым местам, возьмите, походите, вы и сами это можете, если хотите что-то интересное... Да, да, да. Я пытаюсь... Сколько стоит, например, твоя услуга? Вот мы посмотрели твои ролики где-то там, в каком-то таком интересном пейзаже ты устраиваешь массажи девушкам или только девушкам, или парням. Мальчикам, и мальчикам, и всем желающим, да. Ну, просто обычно девчонки больше заказывают, потому что... Ну, логично. Им хочется контент. То есть такой массаж, я не знаю, кто-то делает или нет, но как-то он мне пришел в голову случайно, как только я сюда приехал, занимался массажами и захотелось что-то создать. Ну, это же все равно творчество. То есть просто делать массаж, это механика, а хочется чего-то творческого. И я вот думаю, пока я молодой, я могу таскать стол в целом куда угодно. И я тащу стол, действительно, какие-то уникальные места, где люди пешком-то не сильно хотят туда идти. А я туда тащу стол на специальных лямках и делаю массажи в уникальных местах, например, на обрывы скалы, на каком-то диком пляже. Когда-то делал в джунглях, но там комаров много. Так, понятно. Я отказался от этой идеи. Вот. И это не только массаж, у тебя целое приключение. Ты идешь, ты замучился идти, я замучился идти с этим столом, в итоге мы делаем офигенный... Ты это все снимаешь? Да, это все снимаю, мы красивое место, люди на столе, экспириенс, память, эмоции, и плюс массаж. То есть, как бы, собираешь только спектр эмоций, и я сам кайфую. Я делаю все, что сам кайфую, и людям тоже это нравится. И поэтому, почему нет? Этот экспириенс нигде не получишь, а я стараюсь, как бы... Это очень круто, на самом деле, потому что, просто чтобы вы понимали, мы, ребята, к нам приезжали на ретрит, приехала одна из подруг Олеси и Макса, и мы сидим, все разговариваем, и она говорит, у вас тут на острове есть парень, который там где-то там что-то делает, там каких-то классных выказываний. И она такой, это я, вообще-то. То есть, это был забавный момент, когда это выяснилось. Короче, нас сегодня Андрей везет на какой-то тайный водопад, для того, чтобы показать красивые места. Ну, собственно, сегодня он не забыл, поэтому подготовка у нас полноценная, брызгаемся от мошкары. Я вот не могу сказать, что здесь много, и несмотря на то, что высокая влажность, что здесь много каких-то мошек, но вот таких тараканов мы уже видели, каких-то мелких животных, ну, таких насекомых мы уже тоже встречали, но, по крайней мере, просто при прогулках, там, не знаю, меня не кусали. В вечерних прогулках, в океанах прогулках, но, видимо, в джунглях надо безопасивать себя больше. Куда мы идем, Андрей? Куда ты нас ведешь? Веду, как сюда в лес. Привез? Просто не пойми, куда. Да, уже в лес. Мы живыми вернемся? Вернемся довольными и счастливыми. Хорошо. Так. Прогулка обещает быть. Прекрасной. Про лес никто не шутил, и про дикие джунгли тоже, видимо. Так, мы идем, все, идем, идем. Хорошо, а почему ты так говоришь? Вот так вот. Прикольно здесь. Значит, смотри, ситуация такая. Идем по какой-то полной фигне. Грязюки. А-а-а! Ты как? Нормально. Жива? Скользко, но красиво. Ага, скользко, но красиво. Просто камера не передает, как здесь сейчас. Тяжело наступать для того, чтобы не подскользнуться. Просто мокрая грязь. Но вы уже, возможно, слышите водопад, к которому мы идем. 15 минут. Жопы. Все, мы дошли до водопада. Субтитры подогнал «Симон»! Смотрите, кто-то тут живет, возможно. Прямо у водопада. Юля, тебе понравилось? Мне очень. Я в восторге. Дикая природа. Вода прям в лицо бьет. Настолько классные свежие ощущения. Просто... Гавайский прикол – это везде гуляющие дикие петухи и курицы. Я сначала не обращала на это внимания. Ну, то есть, мне казалось, что просто здесь вокруг очень много каких-то маленьких домиков. Может быть, это чьи-то домашние. Здесь популярно разводить этих животных. Но нет. Когда я начала замечать их отовсюду и достаточно много, даже в таких более-менее диких местах. Короче, мы почитали, что, оказывается, это, кстати, довольно-таки большая проблема. Потому что какое-то время назад петухов привезли на Гавайи, хотели разводить. Из-за ураганов или из-за каких-то там разных происшествий в общем эти курицы начали сбегать, размножаться. И сейчас ситуация состоит в том, что выловить их невозможно, убивать их по закону нельзя. А сами по себе эти животные мутировали, стали достаточно умными. И вообще они довольно такие... Ну, не то что агрессивные, но они, короче, уничтожают, например, там, сельское хозяйство, портят близлежащие какие-то территории, которые рядом с ними. В общем, хотелось бы, наверное, агавайцам от них избавиться. И вот именно мультик Муана, я сейчас поняла, там была эта курица, с которой путешествовала девочка. Вот, пожалуйста, выбирайте любую. Точно такие же петухи. Забавный факт о Гавайях. Ну, я правильно понимаю, что с вами может любой человек связаться, все узнать у вас, где-то, возможно, где-то вы будете как раз в другой локации, или вы можете по запросу что-то организовать. То есть с вами можно по вопросам здоровья, тела, массажа и любых... Здорового образа жизни, питания, физические. Мы с этим связаны, можно с вами пообщаться. От индивидуальных консультаций до, например, организаторы каких-то мероприятий в любом городе Америки пишут нам и говорят, мы хотим, чтобы вы приехали, сделать семинар на такую-то тему и такие-то даты. Мы все организуем. То есть мы с такими организаторами сейчас будем работать для того, чтобы... Обговариваем условия. Кстати, мы записали курс по массажу уже больше 20 уроков, и мы делимся со всеми специалистами сейчас этим курсом бесплатно для того, чтобы получить обратную связь и в будущем уже сформировать такой хороший, качественный курс. Поэтому сейчас все те, кто вот работает с телом и хотят больше информации, да и хотят о нас больше узнать, напишите мне свой e-mail. У меня, скорее всего, будет там. Конечно, я оставлю, естественно, оставлю и Макса, и Олеси. И так как Олеся занимается больше организационными вопросами, то обязательно, если вас интересует какая-то информация, вы хотите познакомиться ближе с методикой преподавания, хотите познакомиться ближе со всем, что сейчас организовывают ребята, вы можете написать Олесе, написать какое-то кодовое слово, не знаю, массаж, например, да? Катя-код. В общем, напишите, посмотрела видео на ютубе или посмотрела, или хотите массаж, получить ссылку на вот все эти записанные пока в таком базовом варианте уроки для того, чтобы изучить, познакомиться. Это все сейчас пока что происходит абсолютно бесплатно, поэтому можете получить опыт, 30-летний опыт человека вот просто так. На теоретическую часть. То есть это видео уроки. Мы доверие, ну как бы, ну, как это? Для того, чтобы повысить лояльность, для того, чтобы люди доверяли, правильно? Нет, ты как вот, твое мнение, ну, мы заслуживаем доверия, внимания и именно то, что мы предлагаем. Да я бы не поехала на ретрит, просто так в глушь острова Оахо для касселемист, которые я бы не доверяла. Нет, конечно, вообще обычно вот у предпринимателей малого бизнеса или даже у большого бизнеса есть всегда выбор блогеров, то есть блогеров очень много. И мне вот отзывается максимально то, что ты делаешь и как ты к этому всему относишься. И мне очень приятно было увидеть тебя настоящую. В другом? Да, немножко другую, расслабленную, не в рабочем таком каком-то напряжении. И я вообще без ума от тебя стала после того, что ты, ну, вот как бы, как ты открылась и сколько мы с тобой общались за эти 3 дня. Так что да, вау. То, что ты позиционируешь, ну, как бы, мы должны показывать своим примером, да? А это, ну, как бы, лицо. И вот... Да, я просто вот добавлю, что именно эти условия, остров и вот этот формат ретрита, то есть, чтобы вы понимали, но и там же будет начало видео, когда я приехала, вся при макияже, в красивой одежде. За секунду я вся стала мокрая, все это пришлось смыть и пришлось просто быть собой. Естественно, да. Ничего там не приукрашивая, не замазывая, не пряча. Там не было зеркал. Да, чтобы вы понимали, во всем этом огромном лагере. То есть, ретрит проходил на территории детского лагеря, наверное, так. То есть, там были отдельные эти юрты, в которых мы жили. И большое зеркало было в одном месте в общественном туалете, до которого идти надо было 10 минут. Очень далеко, да-да. Но это недалеко, но ты же не будешь сюда ходить каждые 5 минут. Я, конечно, придумала лайфхак и смотрелась в айпад, но тем не менее. И тебя расслабляет. То есть, ты меньше, наверное, сосредотачиваешься на каких-то внешних факторах. А как я выгляжу? А там накрашена ли? А какая мне прическа? Нет зеркала, нет проблем. Все было отлично. Да, это так. Очень рада, что тебе понравилось. И будем продолжать. В общем, все ссылки оставляю. Все, что вас интересует, спрашивайте. Можете писать в комментариях под этим видео. Но будет лучше, если по всем вопросам, которые у вас, возможно, сейчас возникли, вы напишите сразу ребятам, чтобы они очень классные, очень добрые, прекрасно коммуницируют со всеми, кто хочет с ними познакомиться. Олеся очень часто организовывает разные мероприятия. Она в нашей долине достаточно известный человек, как организатор, не знаю, всевозможных ивентов, просто которых только можно придумать. Поэтому связывайтесь с ребятами. Лично я вам очень советую, если у вас есть какая-то идея, запрос, мысль на ретрит, на массаж, на... Вот просто даже если есть любопытство, просто напишите. За спрос не бьют, а, возможно, вы в этом найдете что-то для себя, что будет вам очень полезно. Можно посмотреть на страницу у Олеси. Там очень много открытых... Примых эфиров. Примых эфиров, да. Поэтому там очень многое рассказано про нас, что мы делаем. Наша миссия, наша... Ваше видение жизни. Религия, не знаю, миссия нашей жизни, да. И это так, мы так живем. Присоединяйтесь. Мы, кстати, создатели клуба счастливых людей. В Бэйли, так что, да, тоже присоединяйтесь. И члены этого клуба будут получать услуги и все наши продукты по специальным выгодным условиям, да. Спасибо вам, ребят, большое. Спасибо тебе тоже большое. Спасибо, Екатерина. Благодарю. Очень круто. Так, ну что, смотрите. Мой инструктор. Чего ждать от первого раза? А, это видео. Ну, поехали. Чего ждать? Я стану на нее. Есть шанс. Сдать клевых катбэков, снэпов, эйров и вообще волны, ну, как минимум, трипл оверхед. Вот. Я нервничаю, переживаю, волнуюсь. Будем надеяться, что все будет хорошо. На самом деле, Катюша, моли, чтобы волна вообще была, так как там почти стиль. Волна будет, ну, по пояс, вот. Это мало. Все будет лайтовенько тебе, как раз будет... Что мы делаем? Передаю эстафету Екатерине. Вот этот борт нужно покрыть ваксом, чтобы тело не скользило. Вот так это делается, с сеточкой. И поехали. Вот с этого места где-то до этого. Класс. Начинаем. Короче, ребята, не мухрыв-ухрывом ссать просто на стелке. Екатерина, к вам вопрос по технике безопасности. Вот. Если в тебя безумный серфер вот, едет на всей скорости, выпучив глаза, который не умеет поворачивать и вообще ничего не умеет. Вот. И он едет прямо в тебя. Какие твои действия? Что будешь делать? Спрыгнуть с серфа? Спрыгнешь с серфа. Вариант. А как ты будешь прыгать? Куда? Я не знаю. Я же новичок. Я ничего не знаю. Это вопрос просто на... Ну, типа доску повернуть как-нибудь, если ты умеешь или что? Ну, ты пока не умеешь поворачивать доску. Стоять, выпучив глаза на него. Орать, не езть сюда. Ну, орать как бы... Вот уже, уже близко. Что еще? Какие версии? Сигналы какие-нибудь ему показывать? Покажи нам мастер-класс, котик. Давай. Не будем забывать, что я новичок. Да ты уже про. А ну давай, полный заскок. Не низкий, а... Сразу наверх. А сразу, да. Ручки не забываем. Сразу, да. Мнечко. Хорошо. Поочередно, руками. Левая, правая. Это тут у нас затерпишься на война-то. Сильно! Еще, еще, еще! Давай! Ну, ты сидишь дома и смотришь свой цветной телевизор. А мы смотрим закат и ловим волны. Йоу! Отлично! Греби. Греби, греби, греби. Сильно, 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 сильно. Еще сильнее. Давай, 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 давай! Твоя, еще! Честно говоря, когда вчера ребята рассказывали, как они тут кайфуют, серфят целыми днями и занимаются океаном, я думала, боже, ну что, им заняться нечем? Любовью с океаном. Честно говоря, это было просто потрясающе. Если бы уже не был закат, если бы я просто так не устала от непривычки, мне кажется, что я бы еще долго отсюда не вышла. Я могу сказать спасибо большое Саше за эту возможность, за этот опыт. Всем советую, всем рекомендую. Это было потрясающе. Сколько ты отсюда уже не выезжал? Получается, ты два года здесь с острова уже не уезжал на материку или выезжаешь? Я уезжал много раз, около 10 раз, наверное, уезжал. То есть в целом еще есть что-то, да, на материке? Нет, я каждый раз, ну сначала я уезжал по делам, я на Аляску туры вожу тоже с ребятами, есть команда. Я на Аляску еще не была, очень интересно. Мы делаем классные туры, такие творческие, индивидуальные туры. Там тоже вот в таких же условиях? Там очень активно, очень активно интересно, там ребята классно это делают, уже многие годы занимаются, этим я помогаю. Помимо Аляски я выезжаю еще на Берниг-Мэн, ну то есть пытаюсь разнообразить свою жизнь, но каждый раз, когда я уезжаю с Гавайи, мне кажется, на второй день я уже думаю, зачем я тут? У меня же там мои туристы приехали, у меня же там моя движуха, то есть у меня настолько тут классная жизнь, что я уже, ну, я не хочу уезжать. Бываю, да, уезжаю, там на Берниг-Мэн, надо же поехать, да, я еду. Да, просто вы понимали, Берниг-Мэн, это вот расскажи в двух словах, почему ты туда ездишь, потому что я еще там не была, мне очень интересно посетить, вот если есть фотки, поделись. это уникальное событие, мероприятие, когда в пустыне организовывается целый город, как туда люди попадают, что там происходит, почему ты туда ездишь? Там, это не просто какая-то, не какой-то другой город, не какая-то другая страна, это целый мир, другая планета, созданная людьми. Это неделя происходит все. Да, это неделя, когда люди приезжают со всего мира, копят, наверное, на это весь год. Сколько стоит? Стоит 700 долларов билет, ну там, кто какие уже хочет условия, люди тратят на это 20 тысяч долларов. Но это те, кто едут первый раз, пытаются много потратить на себя, на свои условия. Но это мероприятие создают те люди, которые, например, вы занимаетесь массажами, вот приводят. В чем цель Burning Man? Ну вот, я хочу рассказать, что люди, чем любят заниматься, они там создают, ну, допустим, ресторан какой-то, или массажный салон, и это дают все бесплатно людям. То есть, они максимально приезжают туда, чтобы поделиться с людьми своими знаниями или своей добротой, или едой. То есть, я так правильно понимаю, что все, что там происходит, это все бесплатно создается для участников? С теми же людьми, то есть, эти же участники создают это для других участников. То есть, там нет какой-то организации, которая вот, мы создали классную сцену, ребят, приезжайте, отдыхайте, вот вам еда, все проплачено за ваши билеты. Нет, там какой-то вот, Петя, который любит арт-объекты, он тратит на это миллион долларов, чтобы привезти фуру с деревом, все это вытачивает три недели, чтобы был какой-то огромный красивый конь, и люди приходили, смотрели на этого коня, какого-то там супер-арт интересного, там, который крыльями машет, или какой-то арабский ресторан, я как-то побывал арабском ресторане, просто, вы знаете, как с фильмов, там официанты тебе носят красную рыбу, кормят тебя просто так, за бесплатно, потому что они вот хотят показать там арабскую какую-то культуру либо кухню и дать это всем людям, которые там находятся. Но это очень сложно, потому что я знаю, что это песок, это условия, они супер там какие-то гигиеничные, назовем это так. Я считаю, вот если вам нужна гигиена, вот весь день, весь год мойтесь там, каждый день по диационерам, туда не надо приезжать мыться, туда приезжаешь вот за человеческими какими-то вот такими эмоциями, за вот этой добротой, за гигиенером. А что насчет запрещенных веществ в Гаврии, потому что, насколько я слышала, там вот в основном это очень много. Этого много, потому что это как бы лежит на поверхности, вот если взять город Лос-Анджелес, там и преступления, и разрад, наркотики, чего только нет. Вот. И там тоже это есть, все. То есть ты хочешь слушать классическую музыку, ты найдешь лагерь с классической музыкой. Но там просто это настолько все на поверхности, что это можно увидеть каждому. Но там нету злости, нету преступлений, нету драк, ничего негативного там нет. Я кстати только хотел спросить, а насколько это безопасно, когда люди туда приезжают, и вот что-то с ними под веществами например происходит. Ну это уже их ответственность, то есть он может там зажать тебе нос и рот и умереть, да, это его воля, да. Наезд апельсинов, да, миллион апельсинов съесть, он умрет, это его ответственность. Но... Но другим они опасности не представляют. Да, то есть никаких там драк, ссор никогда я не видел за все время. Там есть рейнджеры, которые просто со стороны наблюдают, чтобы было все хорошо. Скорая так же, то есть даже если ты там споткнулся, упал лицом в пыль, задохнулся, тут же скорая тебе приедет и вылечит. Ну и с наркотиками так же. То есть каждый ищет то, что хочет найти. И там это можно найти все. Так, хорошо, вернемся к Гавайям. Тебя здесь все устраивает, тебе здесь все нравится, это твоя точка жизни. Да, да. Я тут счастлив как нигде. Почему ты советуешь, советуешь ли, я думаю, что да, как минимум раз в жизни здесь побывать, вот какую-то одну, например, назови локацию, почему на нее нужно приехать? Что здесь может найти человек-турист? Одну локацию? Да. Ну это уже есть локация Гавайи. И тут тоже есть все, что ты хочешь, ну все, что бы ты пожелал, тут все же найдешь. Просто это... Самое классное место, советуй. Самое классное место. Тяжело, я не могу посоветовать, конкретно классное место. Для кого-то это будет Вайкики, потому что тут есть кафешки и бассейн для детей, а для кого-то Норшор, там, где самые большие волны приходят в мире, и люди просто весь год болеют тем, чтобы зимой приехать, поймать самую большую волну в мире. А для кого-то это просто джунгли, где там в домике ты сидишь и наслаждаешься своей компанией. Но ты бы, в большом счете, можешь показать на любой запрос. Да, да. То есть люди приезжают немножко растерянные. Я спрашиваю, что вам хочется. И уже от этого есть много-много всяких точек, куда мы можем поехать. И они, может быть, в течение этого тура одного, который я показываю, они для себя понимают, что вот нам нравится вот этот пляж, и они могут ездить только на этот пляж и здесь отдых, потому что все остальное им не понравилось. Много ли здесь русскоязычных? Ну, вроде бы тысячи три на этом острове, я так предполагаю, где-то слышал. Ну, прилично. Да, прилично. Ну, каждый занят своим делом. У вас есть комьюнити? Вот вы общаетесь? Очень большое комьюнити церковное. Там много людей, там хорошая поддержка, интерес, или как это сказать, да, там, в то, что они верят, да? Угу. Но также есть, да, люди, которые не ходят в церковь, но у них все равно там серфинг, интерес, опять же, связан с ихней деятельностью, но... Здесь есть уклон на церковь? Ну, на Гавайях? Тут, кстати, на Гавайях огромное количество всех церквей, храмов, всех культур, то есть все уживаются на маленьком острове, все культуры в церкви, но вот наша церковь, не знаю, католическая или православная тоже объединяет наших СНГ-суровных людей, и они там могут познакомиться с кем-то, найти поддержку. Много взрослых людей, где, ну, они же не пойдут вот так вот в клуб знакомиться, да, ну, кто-то в клубах знакомится, а кто-то в церковь ходит. Поэтому, да, вот именно это комьюнити я знаю, а так... Вы общаетесь с местными? Я общаюсь с местными именно вот на своих... Я про этот серфинг и греблю, говорю каждые 2 минуты, ну, а там они есть, то есть я с ними коннектуюсь именно в каких-то вот конкретных может быть где-то... В кружках. Да, в кружках. Поинтересно. Где-то в ресторанах, где-то обслуживающий персонал, они очень классные ребята, они очень добрые, открытые, у них есть воспитание. А, вот, я с местными общаюсь, у нас есть бизнес с моим другом, точнее, это его бизнес, я помогаю. Мороженое, он делает мороженое на Вайкики, тайское мороженое, там, выливаешь, скатываешь, в общем, классное мороженое, очень красивое и вкусное. И мы ездим на Кетеринге очень часто место, где живут местные, вестсайд, там чисто только местное население и никого больше. И когда туда приезжаешь, очень четко можешь, как бы, увидеть их воспитание, их культуру. И что я вижу? Дети, какие хулиганы, знаешь, ну, это как мое детство, то есть они все классные, порядочные, но если только отвернулся, все, они там могут подраться, они могут сюда перевернуть, но когда приходит взрослый, там, папа, мама, полный порядок, но если пришла бабушка, молочат все. И вот как-то такой вот стол, где я работаю, очередь 200 человек на родителей. Все хотят мороженое, беспорядок полный. Пришла бабушка, вот так села, передо мной я тут стою, работаю, сразу же все построились, там, мальчик, девочка, мальчик, девочка, подходит, там, какой вкус? Клубничное, шоколадное? Я делаю мороженое, оно бывает только клубничное, а очередь огромная, и надо быстрее взять и уйти. И какой-то мальчик подходит, говорит, я хочу клубничное, а есть только шоколадное. И эта бабуля говорит, так, есть шоколадное, держи, он такой, не хочу. Она его по голове бак сверху вот так вот ударила, да. Но я сказал, что клубничное. Все, он сразу в глаза пять-пять копеек, взял клубничное и ушел. Другие вопросы больше не задавали. Полный порядок, дети очень воспитанные, очень культурные, все у них родители в таких цепях золотых, как в 90-х у нас. В общем, мне понравилось. Я не знаю, это хорошо либо плохо в данном нашем мире, где все хотят быть какими-то толерантными, все для детей, но тут все равно какие-то обычаи остались ихними, с ихними воспитанием и с ихними понятиями жизни. И эти люди, насколько я вижу, очень порядочные и такие трушные, справедливые. То есть, какую-то ситуацию они могут тебе послать грубо, особенно, если ты заслужил, они не будут стесняться. А в какой-то ситуации они тебе реально помогут очень искренне. То есть, мне напоминает наших людей это, нашего питания. Прикольно. Расскажи про интересные факты островов. Я начну из того, что я читала, ты тоже подтверди, может быть, дополни. Здесь нет змей? Нет, ни змей, ни животных, ни пауков. Ну, так, не надо. Таракана мы вчера видели огромного. Тараканы, они как домашние животные. Котов бездомных мы видели. Это все домашние животные. Понятно. Хорошо. А домашние тараканы? Какие здесь растут фрукты? Потому что столько, сколько мы ехали, просто можешь рассказать, что здесь именно местное выращивается. Из того, что я уже узнала. Гавайи – это единственное место в Америке, где выращивается кофе. Ореки Макадамия. Не знаю, единственное место или нет, но мы здесь нашли. Единственное место и Австралия. А Гавайи и Австралии два основных места. Так, хорошо. папайя, ананасы, манго, личи. Авокадо. Потом есть фрукт сарсов. Это то, что у нас называется гуанабана? А я вот не знаю, как оно у вас называется. Он такой колючий, большой, зеленый, он такой потом белый разламывающий. Короче, надо, чтобы ты мне его показал, потому что если это тот фрукт, который я пробовала в Майами, он был привозной, мне очень понравилось. Он такой сладковато-сливочно похож на барбари с кислинкой. Короче, хорошо, пойдем попробовать снова. Что еще здесь есть интересного? Что еще тут есть интересного? Именно фруктовых? вообще, вот чем еще интересные факты о Гавайях? Ну, интересные факты, ну, во-первых, очень много японцев, вся культура гавайская, это японская. Мы были в японском храме. Да, то есть в каких-то там годах, в начале 20 века, не люблю эти годы вспоминать, в начале 20 века большая была миграция японцев на Гавайи, добывали сахарный страстник, и это для них был как заработок. И в тот момент они начали туда переселяться, и в течение многих лет, когда Гавайи достраивались, много приезжало японцев со своей культурой, и сейчас, если посмотреть, ну, не знаю, больше реально японской культуры, чем гавайской и американской, азиатской, и китайцев много, и корейцев, вот, очень большая культура морепродукты, кухня морепродуктов очень развита, потому что тут есть и рыба, а хитюна, она тут везде очень классная, я вообще перешел только на рыбу, то есть, питаясь тут, я ем только рыбу, да, с рисом. Какое самое традиционное блюдо гавайское? Паке? Ну, опять же, это более, азиатское, но оно очень распространено на гавайи. Нет, вообще-то написано в интернете, что это гавайское блюдо. Ну, это сырая рыба с рисом. В разных вариациях. Пускай, да, пускай это будет гавайское, но я, когда езжу именно на гавайские вот эти кейтеринги, они любят свинину. Они ее распаривают, разваривают, и порой она настолько какая-то ужасная, но им нравится. То есть, вот она такая в волокнах, вот это свиньоны едят вот очень так за обе счете, я бы сказал, они такие все большие, вот, но опять же, если вернуться там в историю, по-моему, свиньи, они привозны, то есть, они сейчас даже тут дикие есть, но это все равно как бы привозное. Когда это произошло, я не знаю, а так они ели рыбу и картошка, такая плод таро, он считается там супер какой-то полезный, каких-то есть 20 элементов, которых там есть во всех этих продуктов, но там есть 18 элементов полезных, которые есть в этой картошке. Ну, они вообще на нее молятся, потому что все, что им надо, это картошка и рыба, это как раньше было. Сейчас-то, конечно, уже и бургеры, и чего-то, и не надо, людям, которые живут тут. Расскажи про большую традицию цветов, гавайскую. Ой, я, если честно, плохо ее помню. Есть. цветы леи. Да, леи, их надевают за ухо. Надо про эту традицию. Нет, про венки. То есть, из того, что я читала, что это как знак за признание, уважение, там, чего-то еще, и нельзя снимать эти цветы, когда перед тем человеком, кто себе их одел, типа, это уже не уважение. В общем, когда вот приезжают такие туристы, вот как Екатерина начитана с интернета, я пытаюсь их внимательно слушать, потому что эту информацию я не знаю. Ну, я читала, я гуглила, для того, чтобы... Это уважение, то есть... Так, ты потом, пожалуйста, проверь, потому что это в интернете было написано. Ну, главное подача, ты рассказала с таким интересом, знанием, это очень... Я рассказала, чтобы ты это опровергли, либо ты делал. А я наоборот это принял. В общем, информации данные у меня нет. Эти цветы здесь растут, я так понимаю? Тут растут, да, очень красиво, на деревьях. Это как символ Гавайи, наверное, что я знаю. И этот лей, везде, в общем, на свадьбах, везде одевают. И это как уже такая традиция вошла. Все, кто приезжает на Гавайи, ждут, когда вот этот венок тебе наденут. Ты встречаешь своих туристов с венками? Очень частые жалобы, что я так не делаю. Я забываю. Вообще, короче. да. Тебе надо список написать. Взять цветы и крем этот, брызгалку от москитов. Да, от москитов. Вот это вот два момента, которые надо, да, подобрать мне. Еще есть традиция за ухо. Короче, если холостая девчонка, то там направо ухо, а может быть и налево. Если нет, то в общем. Так мы поняли. Да. Но в целом, это и не важно, ребят. Все равно надо подходить и знакомиться. В общем. Не ведемся на цветки. Да, ребят, если у вас есть какие-то вопросы по Гавайям, если вы планируете сюда приехать и хотите получить все вышеперечисленное, что может вам предоставить Андрей. Жилье, машину, экскурсию, массаж в интересных местах, контент, необычные локации, естественно, оставляю вам ссылку на него. Подписывайтесь, смотрите. У него самого контент интересный. И обращайтесь за услугами. Правильно? Все правильно. Так что не стесняйтесь, пишем. Если даже, может быть, у вас там ограниченный бюджет, либо вы стесняетесь, напишите. Я скину вам этот списочек, который очень вам поможет отдохнуть. Классных бесплатных локаций. Да, классных бесплатных локаций. Возможно, что-то еще подскажу. Мне никогда трудно поделиться информацией. Поэтому приезжайте, отдыхайте и кайфуйте от Гавайи так же, как это делаю я. Конечно же, я сейчас куплю магнитики или кепочки. Я зашла в сувенирный магазин. Что-то здесь обязательно отправлю для вас. Кепка и магнитики как раз готовы отправиться кому-то из вас. И вы уже знаете, что для этого нужно сделать. Написать комментарий под этим видео, что вы участвуете и чем вам вообще помогает мой проект «Код в Америке» и может быть что-то интересное о том, что вы узнали в этом видео и написать свой ник в Инстаграм для того, чтобы мы могли проверить и с вами связаться и, конечно же, быть подписанными на меня в Инстаграм. Кому-то из вас отправится очень теплый и такой, знаете, расслабленный привет прямо с Гавайи. Это очень популярное мороженое. И говорят, что в час пик здесь просто огромное количество людей. и, значит, смотрите, разные вот вам, пожалуйста, виды мороженого. Все тут гавайские, местные, интересные. А еще, я думаю, что мы тоже попробуем есть кокосы. А, мороженое называется бритый лед, сказали. Очень прикольно. Смотрите, сколько разных классных вкусов. Так, пошлите еще заценим кокосы. кстати, самое забавное наблюдение, я здесь встретила уже много бродячих котов. В Калифорнии их, в принципе, не встретишь, а здесь есть. Так, смотрите, нам надо взять на что-нибудь попробовать. Что здесь попробовать? Что посоветуете? Я посоветую свежий кокос, потому что мякоть его просто можно есть, как кашу. А как вот так? Конечно же, это папайя местная. Так, смотрите, за все это, что я сейчас заказала, вышло почти 20 долларов. Молодой кокос, очень мягкий внутри, мы сейчас будем его пробовать. А еще говорят, что вот и бананы, и папайя здесь специфического вкуса. Мы были, где это мы пробовали? Подождите, а, вот мы были в японском музее, не музее, в японском каком-то святилище, и пробовали там фрукты, и там очень насыщенный, прекрасный вкус. Поэтому сейчас попробуем и здесь. Спасибо. Махало, алоха. Спасибо, до свидания. До свидания. Так, ребятушки, пошлите пробовать. Пошлите, сядем за стол, и я попробую эту мякоть. А если ты пробовала молодой кокос? Все уже пробовали, кроме меня. Расскажи, что ты еще купила? Я еще купила папайю, и я еще купила странный банан. Банан? Пошлите, пошлите. А, это вот этот вот. Это вот и пошлите. Очень вкусно. И оно такое мягкое, оно даже не верится, что такое мягкое, может быть, внутри, как осень. Обалденно. Да, очень вкусно. Гавайи однозначно самое необычное место, которое я посещала, и острова даже обладают собственным часовым поясом. А еще, помимо английского, глиные гавайцы говорят на своем гавайском языке, в котором всего 13 букв. Это единственный американский штат, где есть кофейные плантации, и, несмотря на всю красоту острова, хорошо развитую туристическую сферу и огромное количество возможностей для отдыха класса люкс, согласно данным переписи населения США, уровень бедности на островах один из самых высоких по Америке. Более 11,5% гавайского населения живут за чертой бедности. Также на острове большое количество бездомных. Ребята, мы с вами провели целую неделю на Гавайях. Мы посетили разные части острова. Мы были в такой немножко диковатой, более заброшенной, в которой был другой климатический пояс. Можно сказать, там было более туманно, более ветрено, гораздо более прохладно. Мы пожили и погуляли по прекрасным локациям здесь, в центре Гонолулу. Мы жили в части, в самой туристической части, в самой красивой, я считаю, такой городской части, в районе Вайкики. Итак, хочу подвести небольшие итоги того, что я узнала здесь как туристка и что меня, боже, поразило, какие моменты жизни здесь тех, кто все-таки живет здесь уже не как турист. Здесь очень большой контраст между туристической частью и обычной частью, особенно людей, которые живут здесь местные. Мне показалось, что от самых дорогих, шикарных отелей до практически жизни в таких довольно-таки убогих хижинах вот можно увидеть все. Здесь было много бездомных, нам встречалось, были палаточные городочки, но я не могу сказать, что это как-то напрягало. И хотя в целом ощущение вот такой, скажем так, безопасности большой не было, то есть все-таки людей много таких необычных, но ничего с нами не случилось за все это время, мы ходили и днем, и утром, и вечером. Что для меня здесь было, наверное, основными плюсами? Конечно, это самая красивая природа, которую я вообще встречала в жизни. И несмотря на то, что Калифорния тоже славится прекрасными пейзажами, все-таки Гавайи с ней, наверное, сравнивать сложно, потому что здесь все как будто насыщено красками, здесь можно заниматься любыми такими уличными активностями, гулять, плавать, теплый океан, это, наверное, одна из самых потрясающих моментов здесь на острове, можно серфить, можно, ну, все что угодно, ходить на водопады, просто загорать и отдыхать. Минус прекрасной погоды в том, что тебя как будто слишком сильно расслабляет, лично мне здесь было довольно сложно работать, и ребята, которые живут довольно долго, одни говорят, что к этому можно привыкнуть, и все-таки в рабочий процесс ты включаешься, но другие говорят о том, что вот ты живешь здесь как в каком-то вакууме, в таком расслабленном ночи или на расслабоне, как говорится, и это, конечно же, сказывается на обслуживающем персонале, который через раз может тебе там что-то сказать и сделать, то есть я бы, наверное, для меня это такой важный момент. Все стандартные виды жилья здесь, они тоже довольно-таки простые, было такое чувство, что мы хотя жили в квартире, но она была такая, с такими тонкими стенами, с такой слышимостью, было очень жарко, душно, кондер там, ну, справлялся, но тем не менее, и вот это ощущение, то есть меня как будто прибивало, мне было довольно сложно здесь находиться, ты все время потный, тебе все время хочется пойти в душ или пойти в океан, и на протяжении основной части дня ходить здесь очень и очень сложно, потому что просто дико жарко, ты ходишь или от торгового центра до квартиры, или где-то вот от побережья, где океан, до, не знаю, еще какого-нибудь прохладных джунглей, здесь потрясающие люди, те, с кем мы познакомились, те ребята, которые давали интервью, с кем мы еще пересекались в процессе нашей здесь поездки, просто замечательные, прекрасные люди, и это, конечно же, давало такое ощущение маленького дома на этом острове, когда ты приезжаешь, тебе есть с кем общаться, тебе здесь радушно принимают, тебя здесь рады видеть, для семейной жизни момент с тем, что я не уверена, что здесь хорошая медицина, по крайней мере, по тем моментам, которые я слышала и очень часто отправляют именно на мейнленд, то есть на материк что-то лечить, здесь довольно-таки грустное образование, из-за того, что здесь все-таки есть университеты, что здесь можно учиться, но само школьное образование здесь оно такое очень-очень лайтовое, наверное, я бы с детьми здесь, не знаю, хотела бы я здесь жить с детьми или нет, потому что вот эта неделя, она была самой, наверное, лучшей за последние два года, просто потому, что этот остров наполнил, не знаю, расслабил, подарил много возможностей впервые в жизни там покататься на серфе, посмотреть потрясающие водопады, покупаться в них, все вот это здесь можно осуществить, но здесь довольно скучно, если вам не нравится вот чисто наслаждаться природой и вот всеми этими активностями, поэтому делайте выводы сами, обязательно приезжайте сюда, потому что это место точно стоит посетить, это уникально красивое место, я от него в полном восторге и всем однозначно рекомендую хотя бы раз в жизни прилететь на Гавайи и посмотреть это своими глазами, потому что ну потому что я еще не встречала ничего красивее, это однозначно того стоит. Если у вас остались вопросы по этому видео, вопросы по Гавайям, вы можете написать всем ребятам, которых я вам показывала, оставляла ссылки, Андрею, Олесе, Максу, спросить все, что вас интересует, написать вопросы в комментариях под этим видео и конечно же я буду вам благодарна, если вы поставите, если вы еще не поставили лайк, расскажите про это видео и подпишитесь на мой канал, потому что я путешествую и показываю самые интересные и классные локации и конечно рассказываю об обычной жизни людей здесь, такая не киношная картинка того, что вы можете увидеть, приехав в Америку.